Март уже по традиции в России начинается с нововведений в законах. В этом году наденем светоотражающие жилеты, быстрее получим загранпаспорта, оформим наконец-то дачи и воспользуемся новыми возможностями МФЦ. Что нас ждет уже скоро, знает Александр Князев. С 18 марта вступает в силу новое правило ПДД. Если водитель находится за пределами населенного пункта и вышел из машины, ему необходимо надеть светоотражающий жилет. Нововведение появилось в целях безопасности, так как в темное время людей на дороге не видно. По данным российской газеты, за последние 6 месяцев в таких авариях погибли 66 человек. Но требование не влечет за собой никакую ответственность. Согласно новому постановлению правительства, штрафы за выход на дорогу или обочину без жилета не предусмотрены. Ситуацию комментирует эксперт российской газеты. Действительно, в законе пока ничего не сказано об ответственности за отсутствие светоотражающей одежды у водителей. Поэтому можно смело утверждать, не будет предусмотрено наказание, не будет и светоотражающей одежды у водителей, а следовательно, не будет исполняться закон. Для безопасности, наверное, можно иметь такую вещь. Если где-то поломка остановился, выйти не повредит он. В общем-то. То есть, для безопасности. А со 2 марта можно будет быстрее получить загранпаспорт по месту фактического пребывания. Срок сократили до 3 месяцев. Сейчас ждать приходится минимум 4 месяца. Но поехать в Македонию без визы мы уже не сможем. Для граждан России в этой стране вновь вводится визовый режим уже с 15 марта. Также уже с этой пятницы оплатить госуслуги можно в любом МФЦ. До этого только в банках или платежных терминалах. А с 30 марта в многофункциональных центрах мы будем получать несколько десятков услуг. Всего-то по одному заявлению. Приятные изменения и для дачников. С завтрашнего дня продлевается упрощенный вариант оформления земельных участков и строений на 2 года. Так называемая дачная амнистия. Последний шанс для многих садоводов. Межжевание делать обязательно. Даже главный архитектор города Северодвинска на публичных слушаниях неоднократно высказывает, что межжевать надо, межжеваться надо срочно. Потому что многие проблемы после межжевания и у дачников, и у председателей дачных оперативов они просто исчезнут. В Северодвинске за 10 лет существования дачной амнистии этим шансом воспользовалось всего 10% садоводов. Напомним, благодаря законопроекту зарегистрировать право собственности на жилой загородный дом, строение или на земельный участок можно без лишних проволочек. На дом, например, не требуется разрешение на строительство. Александр Князев, Дмитрий Ткаченко, Вестник Северодвинска.